Здравствуйте, я Луис Макоули, представляю вам очередной выпуск программы «Обзор товарных рынков» на Дукаскопе ТВ. Сегодня мы поговорим с моим гостем Дэмианом Кеннеби о нефти. Спасибо, что согласились пообщаться с нами, Дэмиан. В течение последних двух дней цены на нефть подскочили. Стоимость фьючерсов на нефть Сорта Брент повысилась на 34 цента и достигла 55 долларов 9 центов за баррель. Тем не менее, участники рынка настороженно относятся к такому повышению цен. Как вы считаете, понижение цен на нефть уже завершилось? Я думаю, что еще рано об этом говорить. Сейчас только первый квартал этого года. Как правило, в этот период спрос очень силен. И ко второму кварталу он начинает ослабевать. То есть впереди нас ждет несколько месяцев, на протяжении которых спрос будет падать, благодаря сезонным факторам. В любом случае, я считаю, что цены на нефть еще должны достигнуть минимальной отметки перед тем, как начать повышаться снова. В прошлом году темпы роста экономики Китая были самыми низкими за последние 24 года. Учитывая, что Китай является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире, какое влияние окажут эти данные на стоимость нефти в 2015 году? В любом случае, два эти момента взаимосвязаны. Вы верно отметили, что в последнее время темпы роста экономики Китая замедлялись. Но в любом случае, ни одна экономика в мире не может расти на 10% в год вечно. Уже давно ожидалось, что темпы роста должны снизиться. Но не будем забывать, что экономика этой страны по-прежнему растет. И темпы роста все еще остаются солидными по сравнению с развитыми странами на Западе, такими как США или страны Европы. Конечно, этот факт окажет влияние на рынок нефти. Но не будем забывать, что, учитывая текущий баланс спроса и предложения, мировая экономика все еще продолжает расти. И Китай в будущем будет оставаться значительным потребителем нефти. Давайте поговорим о ваших прогнозах для рынка нефти на следующий год. Какое влияние нефть окажет на другие ресурсы? Если мы посмотрим на цены других ресурсов, таких как медь, свинец, никель и так далее, то на этих рынках наблюдаются схожие ценовые тенденции. Стоимость этих металлов также понижается уже на протяжении нескольких месяцев. И это может служить отображением общего замедления депров роста мировой экономики. Это не совсем в моей компетенции – давать комментарии по поводу ситуации на общем рынке ресурсов. Но в любом случае я могу сказать, что стоимость энергоносителей, которые используются для добычи ресурсов, будет падать. Это я знаю из собственного опыта, поскольку ранее я работал на урановой шахте. Энергоносители составляют очень значительную часть стоимости ресурсов. Из этого можно сделать вывод о том, что из-за падения стоимости нефти цены на все остальные ресурсы будут также понижаться. На этом очередной выпуск программы «Обзор товарных рынков» подошел к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Наша команда подготовила для вас еще множество интересных программ и эксклюзивных интервью. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...